Утро доброе! Утро! Как это? Каникулы у нас начались с сегодняшнего дня. Начались каникулы. Утром мы провожали Марка с дедушкой. Они уехали отдыхать аж-аж в Карпаты, в Закарпатте или Карпаты, ну там, где дедушка в прошлый раз отдыхал, в Шаяне. Вот туда они поехали вдвоем, путешественники. Дедушка сказал, что едет в Шаян. Я спросила, может ли он взять Марка с собой. Он такой, да, конечно. И так быстренько как-то все организовал. Мы провели Маркушку в долгий-долгий путь. Дедушка будет снимать, а я вам буду немножко выкладывать. А мы вышли на улицу. Давай, бегай-бегай. Николь загорает. Да? Да. Мы вышли на улицу. Папу нашего попросить покосить нам газоны. Да, Кирочка, собирайте уже полностью этот горох, потому что я хочу место убрать. Покосить газоны. Хотим выходить уже за гора с девочками. Что у нас еще планы? Менять теплые одеяла на простыни, постели. Вот так у нас не план. Летняя работа. Вчера, после того, как мы поели тортик, я как вышла в огород, начала тут убирать, тяпать и зашла аж в темноту. Так интересно. Осенью рассаживала клубничку и один кустик взяла под скамейкой, потому что мне не хватало. И смотрите, какой он вырос. И посадила так с краешку, чтобы запомнить и понять, надо эту клубнику размножать или не надо. И посмотрите на эту клубнику. Что это за гигант? Это один кустик такой, под лавочкой раз. И он дал сразу усики. Я буду ее размножать. И будет у нас такая гигантелла. Да, что еще? А где Николька? Иди посмотри, Оля, куда она убежала. У нас папа? Горох уже-то едаем. И тут у меня взошли огурчики. Потом огурчики английские и чуть-чуть наши. Вот я уже подвязала, уже такие кустики. И базилик подсадила. Да, доедайте горошек. Уже убрала всю редиску. Осталось... Мам, садись, бабочки. Да, осталось еще доесть детям горох. И все. Эти грядки уже будут перекапываться и до следующей весны нас ждать. Все. Больше я ими заниматься не буду. Сетку подымем. И Валера перекопает. Календула цветет. Смородина начала уже краснеть. Это после дождей. Я вышла поубирать немножко тут. Столько, столько, столько травы было. Опять этот... Опять этот компостник нагрузился. Полный, полный. А потом он оседает. Пересадила эти помидорки вечером. Помните, таким кустом большим выросли, насеялись. Они бедные. Им так жарко. Я их хорошо залила. Но им надо адаптироваться. Вот, опустили головы. Тоже тут все протяпало, протяпало. Все ручками, ручками, сапкой. Кабачки такие красивые уже стали. Ждем. Будем скоро кушать. Кабачки жарить. Мам, мы ведь их недавно посадили. Они уже выросли. Да, видишь, как быстро растет все. Вишня какая красивая. Ты видел, Киры? Ты ешь вишню? Конечно. Уже компот варили с вишней. И смородины. Там смородинка краснеет. Все, ждем кабачки. Что ты так наклонила? Николька, что ты? Как хорошо за меня глазу, по-нибудь. Да. Николька нам тут тихо как кулю подложила. На дорожку. Ничего. Приучаемся. За лето должны приучиться. Все, мы ждем. Папа косит. И будет красота потом. Покажем. Включимся. А еще у нас так часто свет отключают, что просто невозможно. Ночью отключают. Потом на пару часов включают. И снова отключают. А у нас жара. А у нас холодильники. Все. Не знаю, что делать. Достаем, размораживаем, готовим. И так надо готовить на один раз. Потому что ничего не стоит. Ох, пока я посуду мыла. Валер тут уже хорошенько покосил нам. Красота. Нам останется только подмести красивенько. Оль, душик делаешь, да? Надо такую вам, может, бочку пока поставить. Да? Пока мы тут поубираем, вам бочку надо поставить. Все, дети уже в купальниках. Сейчас папа покосит траву. Вы можете на травку пойти обливаться. Сейчас только папа закончит. И надо уже думать, что это про бассейн. Все, уже Николь можно снимать. Она уже в купальничке. Наблюдает за папой. Бегуны, осторожно, сильно не разгоняйся, ступеньки. Страшно. Ой, все это плохо. Ни кондиционер не включить. В холодильнике все там это размораживается в морозилке. Теперь надо доставать все, что мы морозили, и готовить. Не, ну так больно, Олечка. Совсем другой вид. Вот, это место прекрасно подойдет. Вот такой длинненький бассейн, правда? Вот поддержите меня, пожалуйста. Чтобы Валера меня услышал. Тут же ровненько. И так светло, и постоянно солнышко. А тут плитка, и все наискосок. У нас участок с наклоном. А тут у нас ровненько. Вот. И мне кажется, что сюда бы бассейн идеально подошел. В это место. Поддержите меня, друзья, в комментариях. Да, сильно бегают до ужаса. Кира пускай немножко тормозит, полегче бегает. Кира как цветочек. Я говорю, может, бочку сначала поставить, пока мы тут поубираем, чтобы как-то охлаждаться, да? Да, да. Можно сейчас поставить бочку? Идем за бочкой? Хоть для детей? А эта бегает. Ну, и скажите, что у них несчастливое детство. Бегите на травку. Там же папа покосил, как раз и польете травку. Так, сейчас Даша моет горку. И будет аттракцион у нас. Будет аттракцион, Кира? Да. Прямо в голубику мамину. Кстати, голубика уже начинает потихонечку менять цвет. Но я детям не показываю, потому что они сразу съедят зеленую. Я даже им черешню не показываю. Потому что съедают зеленую. Туда, на травку, загорать. Я таки знала, что она это сделает. Упала. Ничего, она молодец. Она падает и встает. Главное не бежать, а не кричать. А-а-а, что такое? Вот так. Теперь у нас в доме пять девчонок. Мне так грустно. Как-то без Марка. Грустно, без Марка. Николь, Николь, осторожно. Там эта канавка, и она ее не видит. Все, давайте, аттракцион. Беги на аттракцион, давай. Так вы съезжайте, Кирочка. Съезжайте, давайте. Это наш такой аттракцион. Поливается горка. У них становятся мокрые купальники, и они слетают. В голубику, правда, летят. Мы сейчас посмотрим. Супер. Ой, как хорошо, что Валера еще покосил. Ой, я обожаю. Пахнет травой. Давай, Валечка, первая. Супер. Ой, Николя, и Николя за ней. А потом еще тортик у нас остался. По мороженку. Не обязательно в зоопарке водить. Я считаю, что это необязательно. Я не люблю зоопарки, издевательства над животными. Если в зоопарк, то только где люди в клетке едут в машине, а животные на свободе. Только в такой зоопарке я согласна пойти. А ходить, смотреть на замученных животных голодных, ну, это еще то удовольствие. Осторожно, Николюшка, ты уже дала запомнить, что там ямка. Красота. Красотеты мамины. Что такое, Николька? О, совсем другое дело, Валера. Покосил. Уже ярко видно кустики, деревья. У нас персик в этом году, короче, решил прям сильно, сильно показать всю красоту. Но видно, что еще болеет. Ой, видите, отсыпается. Скидывает, скидывает. Ну, это нормально, что он скидывает. Но так много никогда он не давал. А веточки такие тоненькие, поэтому Валера сделал опору. Да, Николюшка, идем покажем нашу черешню. Так, это черешня чисто для стрижей. Только стрижи могут эту черешню есть, да? А нам высоко. А для нас черешенка. Вот, вот эта красота. Да, Дотя, да, вот такая красота. Посмотрите, какие крупные. Это она еще не созрела до конца, если давни кольки. Которая такая, более-менее стычи на этот размер. Это Валерий Чикалов. Долго мы его ждали. Ой, долго. Сейчас тебя почищу. Вот, и она относительно ранее. И мы будем ее так формировать, чтобы она не росла, вот как эта черешня. А чтобы мы могли подходить и доставать. И дети же могли тоже доставать и кушать. Дам, сейчас дам. И тут у нас есть еще сказка. Но она все время дает очень много. А потом не вытягивает и мельчит черешенку. Но мы еще будем смотреть. За ней наблюдать. И она подвержена. Вот, тля ее любит. Видать, очень сладкая вот эта. Вот эти паваны. Как правильно сказать? Они очень сладкие, тля любит. И этот персик тоже нас порадовал в этом году. Много тоже плодов. Ой, все, будем кушать, объедаться. Так что мы с черешной, слава богу. Ну и с вишней. Вот, видишь, Кирочка, выбираешь самую красную. И тогда она будет очень вкусная. Да, давай сфотографирую. Все, и на этом мы закончим видео. А потом будем заряжаться. Батарейка садится.